Ребята, привет! Мы сейчас с Артуром приехали на презентацию новых двух ароматов парных от Армани. Сыном Даши не хватает. Наташа, Викуля приехала. У нас такой ужин за круглым столом, совещание. А Женя приедет к нам? Только что выставила фоточку. И только что подошел из запаха. Мне очень нравится. Наташа тоже в Востоке взял запаха. Я заказал нормальную еду, а Наташа попросила местное. Ей принесу. Мужской более такой классический, на мой взгляд. Мужчина, который стоит, курит, и от него вот такой запах. Такой футальный, да, с щетинкой. Я хочу как все. А зачем мне все? Повторюхи-мухи. Доброе утро, ребята. Я сейчас еду на тренировку. Кстати, самая большая ошибка людей, которые стремятся к красивому телу или именно прям худеют конкретно. Они всегда находятся в состоянии легкого голода. То есть им кажется, что они тогда худеют. А потом резко пик такой, когда ты совсем сильно хочешь кушать и начинаешь кушать все, что есть дома, чтобы быстрее. Например, легче же отрезать себе кусок колбасы и хлеба, чем нарезать какой-то салат или сварить какую-то кашу. Поэтому вот такая вот фигня начинается. Я сейчас стараюсь, делаю себе там какие-то заготовки. Например, нарежу курицу, просто с травами ее перемешаю, положу в холодильник и все. А как только я хочу кушать, я просто бросила ее на сковородку и скушала. Все, это там занимает 10 минут времени. Пяткой вверх. Не опускай в самый низ. Чуть выше локоть. Уполняем сгибание на бицепс, целевая мышца. Начинаем движение в приседаниях. Начинается от толчка таза назад. Колени у нас все время смотрят на проекцию с носком. Посмотрите, сколько сумок. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И шесть на плече. Стой, стой, стой. Яра, я хочу сделать красивую съемку, а ты мне просто мешаешь. Ты понимаешь? Мы сегодня с девочками заезжали в клинику, там где Даша, косметологу Даши, там где Даша делает себе все процедуры. Я решила тоже, что мне нужно сделать ухожду с моей кожей, потому что старость не радует. Ссоришь, у меня просто после лета забивают сильно поры, и поэтому, короче, надо делать. Спасибо. Сейчас поедем к Лене в гостиницу, будем в коридорах твердых танцевать. И жрать вареники. Так, тебе скажи, что ты будешь пить, курить и морально разлагаться. Смотри, если бы у тебя были такие темные... Я буду пить, курить и... Ещё. Вообще не идёт. Лера, если бы тебе дали тысячу долларов, чтобы ты покрасил чёрный цвет, ты бы это сделала? За тысячу долларов? Да, а за две? Нет. За пять? За пять, да, наверное. В чёрный, прям такой чёрный. Бля... Воронье крыло, такое, знаешь, чечернее. За пять тысяч долларов. Когда волосы такие, прям на них... Ну, я поняла. Блин, ну, наверное, за десятку бы. Лауэ заплатишь мне, Дашу? Нет. Нет, да я пошутила. А какая сумма для тебя на спор, ну, типа, простой, лёгкий спор является весомой, внушительной? Лёгкий? Да. Ну, например? Ну, не знаю, там, что-то крикнуть на улице. Сто баксов. Сто баксов? Пойди, вон, сидят два парня, сядь между ними. Скажи привет. Да нет. Не, это что? У тебя есть пятьдесят долларов? Я потом от них всю жизнь откупаться буду. Да не, ну давай. Да не, за пятьдесят долларов. Что? Так, мне самое лучшее, пожалуйста. Что это такое, Лена? Это топлив. Тихо, дай. What the fuck? Да, это модно. Сейчас снимем тренды. Давай я буду переводить. Давай. Хоть вакансии неухродно się кончут, акция «Ладо с Польской» трва в найлепше. Адвокат зашел в ДЦ и купил по акции лак для волос. Ты больше не спрашивай меня, на какую я это купила. Ааа, ку-куй. 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 Эдинакую. Ммм, не ку-куй я себе. Да, реально не ку-куй я себе. Доброе утро, ребята. У нас наступила настоящая ось. Рассмотрите, на улице очень холодно. А сегодня небольшой такой сумасшедший день. No fish mafie. Доброе утро. Доброе утро. У Веледы вышли новые бальзамы для губ. А это для деток, да, Лененькая? Я на самом деле знаю, что не всем нравятся ароматы Веледы, потому что они такие супер натуральные, супер органические, немножко горьковатые, но я их просто обожаю. И вся косметика очень качественная, она очень хорошо увлажняет кожу. Да, ароматы не слишком там парфюмерные, но качество очень хорошее. Вся косметика очень нежная, очень мягкая, она не сушит кожу. И я реально очень люблю Веледу. У меня всегда на полочке есть молочко для тела от Веледы, крем для рук. Наша любимая часть с Нафи. Сегодня Даша не с нами, но мы за нее решили покушать тоже, чтобы она не обиделась на нас. Волшебно. Я думаю, вы все оцените, и как-то мы посмотрим на ваши сфотчисывания. Вот делаются фоточки для Инстаграм. А вот так. Тебе все надо, чтобы ничего не обиделось? Сегодня. Я сейчас еду в машине с Машей-лауреаткой. Если вы не знаете, вот Маша. Я оставлю ссылку на ее канал. Маша живет в Чернигове, но она приезжает к нам всегда на презентации. И мне всегда так смешно наблюдать, когда девушки ездят на механике. Это так, еще знаете, резво так. Такая бум-бум-бум-бум-бум. Так притормозила, а эта передача переключила. Мне кажется, такая, Маша, Маша, как мамка моя. Страшно реально. На Никсе было, конечно, очень холодно, но классно. Они всегда устраивают очень интересные такие ювенты. И спасибо, Никс, что приглашаете. Очень всегда приятно приходить к вам в гости. Приехали с Машулькой в Герлен. У нее здесь вышло несколько новинок. Давайте я вам быстренько покажу. Вышла вот эта вот знаменитая их помада, Кис-Кис. Она раньше была глянцевая, а теперь вышли матовые оттенки. Я вот, конечно, уже хочу накраситься красиво. Также вот эти палетки. Я, честно говоря, палетки не очень люблю, потому что кисточки обычно плохо набирают. Я вот любитель классических таких помад в стиках. Так вот, смотрите, это вот эти вот помадки. Сейчас они должны немножко застыть. Необычные, я бы сказала. Знаете, бывают такие плоские совсем из-за зряда. Просто совсем красные, просто вот бордовые. Очень красиво, смотрите. Сейчас вам сделаю свочи на эти. Так, смотрите, вот свочи помад, которые в стике вот эти вот кис-кис. Посмотрите, какие шикарные. Мне безумно понравился номер 375. И также у Герлен вышел новый кушен. Лицо Натальи Водянова. Вот это вообще бомба просто. Я пришла домой, и мне мой парень говорит, Лера, ты пахнешь как раньше. А он мне подарил самое первое черное платьице, которое вышло. И вот этот новый вышел, он очень классный. Я думаю, что чуть-чуть такой же попробует подавать, но они не обещают. Лесунки для поздно, чтобы эти добавили не только на этой африку. Нет, вот так, передние ноги так. Ставим, и снова шаг. Есть. Я только что ехала с водителем, который говорит... А что ли регулировщик показывает? Я вообще не выкупаю, что он говорит. Я вообще его не знаю, что он там показывает. Я просто в шоке. А, мы едем по Парковой. Он говорит, мне кажется, я еду против шерсти. Ну, типа по встречке. Где у нас смешбокс, ты видишь? Мне кажется, они где-то там. Здесь у нас Боби Браун. Ира готовится уже к макияжу. Вот мы здесь выбирали матовые помады, как я люблю. На первом этаже, на Дзисцуме, есть корнер смешбокс. Надо сюда зайти, попросить делать макияж. Ну, страшно. Протестировать какие-то новинки. Вот смешбокс, мне кажется, славится своими праймерами. С огромным выбором праймеров. Контуринг сделал по всему лицу. Румяна только на щечке, чтобы один цвет перетекал в другой. И наношу полностью от ресниц до бровей. И, кстати, его можно наносить еще на сами бровки, если пользуетесь тенями. Мне очень нравятся такие розовые сияющие оттенки. Очень хорошо отражаются. И очень красиво, особенно к вашему цвету глаз подходит. Да, насколько глаз меняется с тушью и без туши вообще. Такой опущенный, кажется. Да, да. Крассер с тушью сразу. Мне еще интересно сейчас эти брови попробовать, что вы сказали. Да. Смотрите, это такой карандаш для бровей, хайлайтер. А можете мне свой чек нарисовать, посмотрим, как он. Во-другом. Смотрите, это для бровей. Я бы подумала, что это какая-то подводка, честно говоря, но это хайлайтер для бровей. А перед ним нужно тенями пользоваться? Если нужно создать форму, то да, он форму не создает. Это финиш, который создает вот ухоженные эффекты. И вот уходит 3D немножечко саболинную бровь. Сделаю карандаш по контуру. И я немножко его сразу застушевал в огонь. Ребята, смотрите, какой макияж мы сделали. Мне безумно нравится. Мне кажется, он такой немного Victoria's Secret. То есть он есть, но он очень красиво подчеркивается. Там глаза так выделены. И мне понравилось. Мы нанесли мне на слизистую такой бирюзовый оттенок. Мне кажется, очень красиво. Спасибо большое. Можете переходить спокойно в Smashbox. Вам здесь сделают макияж красивый, протестируете какие-то новинки. Работают все визажисты. С удовольствием расскажем, покажем, а также научим. Наш визажист может вам нанести на одну сторону лица. А на вторую лицу сторону попробуйте уже так. Именно как у роли для макияжа. Это одна из бывших язвы. Да, это круто очень. Зашла в джамалу, наконец-то выбрала себе аромат. С первым ароматом при сентябре в конце, где-то там, может быть, возможно. Как он называется? Сейчас вам покажу. Wild Bubble. Давно хотела его себе. Мне кажется, он мне очень подходит. Очень такой холодный, легкий аромат. Какой-то красивый, да? Ребята, ну что, сегодня, как вы поняли, с утра у нас было такое утро с Dior. Просто аромат невероятной красоты. Такой приятный букет, такой он цветочный, он такой легкий, но в то же время он такой сдержанный, он такой женский. В общем, запах просто невероятный. Но что меня удивило еще больше всего, это сама рекламная кампания. Я оставлю вам ссылку внизу. Это даже не реклама, это такой социальный ролик, в котором приняли участие актеры, певцы разные, модели. В общем, обязательно посмотрите. Я его когда смотрела, у меня просто слезы текли. Хочу с вами попрощаться. Влог получился такой сумбурный, длинный. Но я надеюсь, что он вам понравится. Я как-то немного ленилась его все-таки закончить. Но я думаю, что на такой вдохновляющей ноте, вот после этого ивента, у меня просто вообще такой запал классный. Все, целую вас. Пока.